здравствуйте как всегда рад приветствовать вас на нашем канале группа компании варис сегодня мы остановимся на теме обработка отверстий с минимальными затратами на режущий инструмент при обработке например крепежных гладких отверстий требования как правило свободные по 12 и 14 квалитету в этом случае использование высокоточной корончатых и монолитных твердосплавных сверлах который позволяет получить высокую точность отверстия нет большого смысла а в некоторых случаях они значительно увеличивают затратную составляющую по инструменту себестоимости детали поэтому производственники ищут альтернативные решения выполнения таких отверстий в этом случае лучше всего подойдет линейка корпусных сверл топ-дрилл с квадратными пластинами конструкция сверл топ-дрилл представляет собой стальной корпус с двумя режущими пластинами центральной и периферийной при этом используется один тип пластин как для центрального гнезда так и для периферийного за счет волнообразной формы пластины и определенного расположения их на корпусе мы имеем полноценные четыре режущие кромки они три как старых концепциях аналогичных решений что дает высокую экономию инструмента помимо количества кромок волнообразная форма позволяет получить более стабильную производительную обработку с получением хорошего качества поверхности отверстий в зоне исхода стружки имеется закаленная область на сверле что дает больший ресурс самому корпусу сверла для беспрепятственного вывода стружки из отверстий корпуса оснащены двумя разнесенными каналами для сош которые в свою очередь дали возможность выполнения больших по размеру сручных каналов что дополнительно положительно сказалось на эвакуации стружки так как сверла серии топ-дрилл не имеет вершины как у классического сверла они позволяют выполнять не только врезание в горизонтальную подготовленную поверхность но и сверлить на наклонных плоскостях выполнять операцию рассверливания а также имеет возможность производить на токарном центре операции растачивания взамен расточных резцов на которой корпусов сверл широкая и перекрывает диапазон сверления от диаметра 12 и заканчивается диаметром 50 шагом 5 десяток 1 миллиметр при этом длина ревающей части инструмента составляет 2 3 4 5 d вылетов для сверления больших диаметров отверстий в линейке есть корпуса с регулировочными каторжами которые перекрывают диапазон диаметров от 51 до диаметра 80 для получения правильной сегментной стружки на пластинах различают ряд геометрии под каждый тип обрабатываем материала геометрия дпи предназначена для обработки обычных нержавеющих стали геометрия дл для вязких стали таких как низкоуглеродистые геометрия дк для сверления чугунов геометрия н применимо для обработки цветных металлов в этом случае пластина твердосплавна без покрытия на следующем виде можно увидеть работу сверл топ-дрилл на разных режимах резания при обработке углеродистой стали 45 и в разных условиях таких как сверление перекрестных отверстий врезание сирийские и наклонные поверхности а также выполнение сверления с неполным перекрытием в этом случае рекомендуется снижать подачу на 50 процентов часто задается вопрос а какая стойкость инструмента должна быть и какой оптимальной стойкости нужно стремиться давайте рассмотрим одно из внедрений сверла диаметром 21,8 с длино реющей части 4d требовалось на детали из легированной стали 40х выполнить группу отверстий глубиной 60 миллиметров при этом режимы резания были следующие скорость 140 метров в минуту подача 8 соток миллиметра наоборот в итоге был получен результат в виде 15 метров на одну реющую кромку другими словами стойкость кромки пластин топ-дрилл варьируется в диапазоне от 12 до 15 метров это считается оптимальным результатом при обработке углеродистых легированных стали следующем виде мы также затронем тему обработки отверстий но уже со стороны максимальная производительность и поговорим о трех перьевых сверлах если понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал это варюс ничего не пропустить до новых встреч